А как так получается, что, например, весь мир страдал от трагедии Алеппо? Все кричали, вот Алеппо, Россия, белые каски целую себе карьеру сделали, правда, тут их не пустили в Америку, белые каски, сказали, извините, у вас что-то лица как у террористов, и что-то биография плохая, поэтому в Голливуд вам нельзя на границу завернули. А вот сейчас в Масуле даже представители ООН говорят, что гуманитарная трагедия ужас-ужас, а мир молчит. А в чём мир должен говорить о Масуле? В Масуле действуют правильные силы добра, в Алеппо действовали силы зла в нашем лице, там целая ось зла. Там в ось зла, правда, теперь входит Трамп, удивительным образом, там Россия, Китай, Иран и Трамп. В личном качестве. В личном качестве, но он весомая фигура для оси зла. Нет, это мы давно проходили, это нормальная информационная война, никого не волновало, что на самом деле происходит в Алеппо. То количество боевиков из того количества стран, которые из Алеппо ушло в провинцию Идли, сначала говорили их 200 человек, потом 2000 человек, потом ушло около двух десятков тысяч, и большой вопрос, сколько там было разведчиков или инструкторов из целого ряда западных стран, не говоря уже о турках, саудовцев. Ну, нормальное кино. Мы в нем уже были в советские времена. Какая, собственно говоря, разница, что пишет средство массовой информации, которое запретил пускать в Белый дом даже его собственный президент? Тут же ведь смешная вещь. В рамках сегодня происходящего раздроя в Соединенных Штатах президент Америки честно сказал, что представляют собой средства массовой информации Америки. Дальше бери Британию и всех остальных, в общем, они ничем от этого не имеют. А он был добрый, а он Би-Би-Си тоже запретил пускать, по-моему. Да, да. Да, он это планет, он зато искал. Кстати, Би-Би-Си, а Раша Тудэй нет. Мы на них так, кстати, не реагируем, как он. Но он в личном качестве имеет право. Наше начальство гораздо более сдержано. Но у меня маленькие-маленькие поправки есть. Извини, когда ты говоришь насчет воспаленного мозга по поводу войны с Украиной, я просто беру историю, когда Украина возникла, как некоторая, окраина, в принципе, польский термин, Украина, вот, речи Посполитой, от Таманской порты и Российской империи. Вспоминаю карты, вспоминаю количество войск, которые на Украине действовали против российских, включая сегодняшний блок НАТО. Там шведские войска, турецкие войска, польские войска. В общем, как посмотришь, мы все время с НАТО Украину делили последние 300-400 лет. Гражданскую войну. Как там замечательно действовала кайзеровская армия, антанта, уж на той же самой Украине. Что было после войны. Какое количество было карателей на немецкой стороне, и далеко не только в Вермахте. Пожалуйста, и в СС, и в Абвере, и в Гестапо. И кто сказал, что эти люди сегодня, или их потомки, не вернулись к управлению Украиной. Я-то как раз это вижу, как абсолютно нормальный процесс. Бжезинский, который говорил, что без Украины Россия не империя, опирался на, ну, столетие шляхетского понимания, что такое Украина, которую делила Варшава с Москвой. И в конце концов, она осталась при Москве. И поэтому давайте отберем ее обратно, и Россия сразу не будет империей. Нормальная ситуация, она автоматически выскакивает в голове у любого сотрудника Госдепартамента, которому этот самый пан Збигнев в Жезинске преподавал. У любого сотрудника Госдепартамента польскому происхождению. Ну, он не сделал большой карьеры. Но с кем не поговоришь? Ну, он был их учителем. Профессор сказал аспиранты, та же Виктория Нулан, господи, что бы ей эта самая Украина. Ты не выбьешь это. Это та ситуация, которая может взорваться в любой момент. Порошенко здесь, уж прости, это некоторая Петрушка в кукольном театре. Тоже мне проблема Порошенко решила. Ну, не будет Порошенко. Так кто-нибудь заменит гораздо худше. В этой ситуации тут действительно надо держать порох сухим, относиться к этому совершенно спокойно. На Украине столько подряд поколений вело борьбу за то, чтобы она перестала воевать с Россией, что если придется, ну не мы же этого хотели, чего теперь поделать. При этом уровень поддержки Путина на Украине уж точно на порядок выше, чем уровень поддержки Порошенко в России. Поэтому я думаю, что очень не понравится разворачивание этого сценария в Украине. Уровень поддержки Путина в Америке, как выясняется, на порядок выше, чем количество людей, знающих о Порошенко. Собственно говоря, если брать наши отношения с Западом, Булгаков все давно рекомендовал. Не надо никого ни о чем просить, сами придут и все дадут, чего надо. Я, следуя линии, которую Сережа открыл, справедливо обозвав западное направление движения, в очень многих вещах чисто импотенция. Так ведь никто же не предлагает импотенту пост инструктора по Камасутре. Да, конечно, в Германии хорошая... Это безопасно. Ну как есть. Хорошие машины, да, конечно. Хорошая колбаса, замечательно. Двигатели строения у американцев. Ну, в конце концов, наши заводы, которые выпускают двигатели, ну, нам американцы и немцы строили промышленность в 30-е годы. Это были лучшие, с кем можно было работать. По определенным направлениям работали с итальянцами, по тому же кораблестроению. Но, заметьте, когда вы это берете, вы берете... Чего там, товарищ Микоян брал? Лучше сыра у итальянцев, отлично. Лучше всех колбасах с салями у кого? Замечательно. Но он же не брал государственное устройство. И зачем все это будет развиваться? Может, поэтому Микояновская колбаса осталась? А все эти эксперименты 20-х годов, начало 30-х годов, но они остались в истории. В этом плане проблема возраста. Мы за последние 27 лет успешно выстроили такую железную дорогу, ведущую в одном направлении, как в известной комедии «Великий самогонный путь Аляска-Одесса», по которой у нас деньги идут из России на Запад, на счета людей, которых почему-то надо называть элитой. Не очень понимаю, почему. Опять не потому, что они хотят все украсть. Но у кого-то недвижимость, у кого-то дети там учатся, у кого-то по Лондону уже с женами и детьми засеяно. А вопрос, и зачем это? С женами и детьми разных призывов. Ну да. При Петре, понимаешь, эти дети, которые уходили учиться в Голландию, в Германию, они возвращались и работали. Ну, нормальная система. Мне было бы очень интересно посмотреть личный состав сегодняшнего нашего начальства, включая начальство из госкорпораций, их детей, а у некоторых уже и внуков. А вот их карьеры, где они, список недвижимости от Лазурного берега до того же Лондона. И возникает ощущение того, что пуповинка куда-то не туда ведет, а запас-то денег конечный. Ты не можешь одновременно из страны выкачать в год от 50 до 100 миллиардов долларов на личные идеи, вкачать деньги в американские ценные бумаги. Это уже большой привет Министерству финансов по совершенно несообразным размерам. Ну, отдельная тема, почему, с моей точки зрения, это метод Чурчхеллы. Ее вешаешь, мимо проходишь, лизнул, прошел. Как бы и ты сыт, и она висит, и... А если она где-то там осталась на складах, то зачем? И деньги, которые нужны для развития внутренней, внутрироссийской экономики. В этом плане, когда Америка что-то делает, она делает это для Америки, внутри себя. И совершенно плевать, как на нее смотрят, какой у нее имидж. Она этим как бы занимается, но побочно. И мне кажется, это единственное, что может нам помочь. Продолжение следует...